Расскажу об еще одном споре, который так до сих пор и не решили. О минимальной зарплате. По идее, в следующем году минималка должна выйти на рубеж в 4.100. Но в госбюджете пока есть только сумма в 3.723 гривни с 1 января. Вообще, политики, так какую только минималку не предлагают сейчас, обещают даже там и 5 тысяч. Но экономисты в ответ чуть ли не протестуют. Мол, рост социальных выплат у нас уже намного опережает рост экономики, а значит, все это закончится ростом цен и безработицей. Насколько серьезна эта угроза? Павлина Василенко продолжит тему. Пить привезли из Италии, установили тут. И видите, успешно вытекаем пиццу, занимаемся доставкой. Стать бизнесменом было его украинской мечтой. Роман учился в Италии, там же заработал стартовый капитал. Вернувшись на родину в 2009-м, сразу открыл три дела. Пивной магазин, кафе и ресторан. В итоге остался только ресторан в городке Коломыя. Здесь работали 16 человек, но в начале года, когда минималку подняли вдвое, Роману пришлось уволить четверых сотрудников. Теперь он в ожидании нового повышения. Как только принимают бюджет с этой поправкой по минимальной зарплате, двое людей мне нужно будет сообщить, что, извините, я не могу и вас тянуть. А получать прибыль все сложнее. Хоть минимальную зарплату и повышают, у людей денег больше не становится. Ведь параллельно растут и цены, и коммуналка. Со следующего года минималка повысится на 500 гривен и станет 3723 гривны. Это заложено в проголосованном бюджете. Но президент внес предложение повысить сумму до 4100. За пропозициями Министерства социальной политики записано, что за репетициями первого квартала при выкладке бюджета рассмотреть возможность переглядить эти цифры, президент предлагает сделать не позже, как до третьего квартала 2018 года. Но это если деньги в госбюджете будут. Да и для бизнеса повышение минималки – серьезное испытание. И чтобы к нему подготовиться, нужно время. При решении на 16%, что пропонуется с сеченью 2018 года, и, возможно, в протяжении года на 28, как пропонует президент, не будет таким же высоким и неожиданным для бизнеса. И в связи с этим не стоит ожидать таких же резких уменьшений количества штатных работников. Смотрю на хлеб, и при первом взгляде понятно, в каком качестве, в каком состоянии. Денис открыл пекарню в мае этого года. Уже после того, как минималка выросла до 3200 гривен. На него работают 9 человек, пекут хлеб и круассаны, а еще дают мастер-классы. В столице оборот неплохой, пока хватает и на зарплаты, и на налоги. Есть только какие-то поборы, куча бюрократии, в которой очень сложно разобраться, все это бухгалтерии, налогах. Если бы это все было больше упрощенно, то, я думаю, проблем было бы меньше. А то, что минимальная ставка поднялась немного, я в этом большой проблемы не вижу. Людей я не увольняю. Гораздо больше Дениса волнует подорожание продуктов и энергоресурсов. Ведь в комплексе с возможным повышением минималки это приведет к тотальному повышению цен. Маленькие бизнесмены, которые торгуют на розничный рынок, на небольшой опт, вот они все это чувствуют, поднимают цену на свой продукт. Мы будем с следующего года поднимать тоже. Сказать, что от того, что стало больше денег, люди начали больше купить, нет. Люди дорожче начали купить. И если мы сейчас еще поднимем минималку, то цены еще поднимутся. Ну, скажем так, в следующем году будет 15-16% инфляции, а что касается прокачивания, ну, то есть так, 30-40% подорожания однозначно. Ну, оно же прямое зависит. Но что для бизнесмена головная боль, то бюджетнику радость. Ведь несмотря на рост налогов и цен, для бюджетников повышение минималки – почти единственная возможность все-таки получать больше. Это вообще будет хорошо. Чем зарплата поднимается, тем нам лучше. Но при этом повышенная минимальная зарплата уравняла и специалистов с высокой квалификацией, и обыкновенных работников. Эту несправедливую норму не исправили до сих пор. Тот, кто раньше жил на зарплату 3200 гривен, он так и продолжил жить на зарплату 3200 гривен. А тот, кто жил раньше на 1600 и получил 3200, вот их доход выровнялся. То есть мы об одних позаботились, а получается, об других не позаботились. Не должен человек, который потратил лет 10, да, минимально, чтобы стать врачом, на свое обучение получать такую зарплату. Мне кажется, 1015 должен стартовать. Чтобы хоть как-то поддержать врачей и чтобы сотрудники не разбежались, в больницах выписывают премии из своего же фонда либо делят ставки. Если, например, ставка не занята, то мы ее отдаем, ее разработают сотрудники по півставки или по 0,25, чтобы они больше отримали зарплату. Відповідно, они больше выполняют работы, но они больше отримают грошей. Пока в Украине, казалось бы, даже такое явное улучшение, таит слишком много подводных камней. И социальную несправедливость для бюджетников, и налоговый груз для бизнесменов. Ведь предприниматели ждут в первую очередь изменений налоговой политики. В Италии сравнивает Роман тоже не без проблем. Но условия для бизнеса гораздо прозрачнее и есть ряд налоговых льгот. А налоговые каникулы уже который год в Украине остаются лишь обещанием.